Перчатки, электрокуртка и защитный шлем. Надев амуницию, Лейла выходит на дорожку для спарринга. Спортсменка занимается фехтованием уже 17 лет. В ее коллекции медали с первенства мира и первенства Европы. Сейчас Лейла мечтает попасть на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Начинаешь чувствовать вкус победы, что ты можешь быть лучшим. В дальнейшем уже появилась мечта о олимпийском золоте в мире и чемпионатах Европы. Наверное, вкус победы всех нас тут держит. К соревнованиям Лейла готовится в центре фехтования в Новогорске. Этот спортивный комплекс один из самых оснащенных не только в Московской области, но и во всей России. В рамках проекта «Мы первые» главный тренер сборной России по фехтованию рассказывает гостям, как устроена система подсчета уколов. У рапира и у шпаги есть пуандары, наконечник. То есть этим надо обязательно уколоть. Тогда по проводу идет сигнал. Здесь двойник, идет шнур, выходит тройник. И тройник попадает в катушку. Если вы заметили, она тоже находится под полом. Катушка идет по замкнутой системе. И если я попал в вас, то лампочка загорается. В центре Ильгара Мамедова спортсмены проходят комплексную подготовку, которая включает в себя в том числе и занятия на современных силовых тренажерах. А несколько лет назад в центре проходил турнир сильнейших. Так лучших спортсменов отбирали для Олимпиады в Токио. Центр открылся 3,5 года назад. И действительно по сегодняшний день является единственным, первым по своим объемам, по своим нагрузкам и успехам спортсменов в Московской области, в Химках. Как правило, дети начинают фехтовать с 7 лет. Но заниматься спортом никогда не поздно. Поэтому центр открыт и для взрослых. В будущем вступить в фехтовальный клуб смогут дети из малоимущих и многодетных семей. Для них будут созданы особые условия.